Ребята, всем привет! Вы знаете, иногда полезно смотреть старые видео, которые у нас были на канале, которые набирали определенное количество хороших просмотров. И вот я наткнулся на одно из видео, которое я снимал буквально два года назад. Вот вы можете посмотреть публикацию. 12 января 2021 года. И в видео я говорю очень полезную информацию, которую бы хотел сейчас с вами продублировать. Продублировать, то есть взять с канала, так сказать, вот это видео и еще раз публиковать. К чему я это говорю? К тому, что, вы знаете, вот за последнее время ряд каких-то новостроек на землях ИЖС встряли. Я об этом говорил давно. И есть подписчики, которые сомневались в моих словах. Так вот, я как факт, это первое, показываю о том, что я предупреждал людей, инвесторов, горе-инвесторов, которые, возможно, не слушали меня. Возможно, прислушивались к мнению именно тех специалистов, которые теперь сейчас прячутся за границей. И, соответственно, им теперь уже сказать нечего. А я об этом говорил, я вас предупреждал. И в этом же видео, я думаю, что будет полезно услышать будущим каким-то клиентам, которые хотят подобное покупать. Поэтому давайте посмотрим. Я сейчас вам вставлю это видео. И самое интересное вы должны будете посмотреть. Например, вчера мне позвонило порядка двух или трех человек с просьбой продать их квартиру, которую они купили самостоятельно уже давно. При этом дома имеют некоторые сложности. Сложности в чем? В том, что они еще не получили документы. Так вот, затронув эту тему, вчера много с ними беседовал, хотел немножко и прояснить ситуацию для будущих покупателей. Либо для тех, кто уже владеет такой недвижимостью. Смотрите, раньше можно было покупать на этапе строительства, но фактически все. И строилось быстро, и сдавалось быстро. И никаких проблем не было. И вводилось в эксплуатацию, и нарушалась этажность, и сдавалось по суду и так далее. В нынешнее время, если вам застройщик обещает, что на земле ИЖС он получит статус квартиры, это невозможно. Об этом я вчера как раз беседовал с одним из клиентов. Потому что вы видите, власти города запрещают строительство многоквартирных домов именно точечной застройки. Вот, к примеру, как континент, три вот его башенки, да, собирался строить дальше. Впереди у него еще есть земельный участок, но не получил разрешение на строительство. Сначала у меня была, так сказать, версия, то, что застройщик откладывает строительство в связи с тем, что, ну, просто дорожает так недвижимость, что ему выгодно немножко подождать. Ведь на самом деле, если и дорожает стоимость строительства, к примеру, да, то не так дорожает, как земля и возможность построить. Но теперь строить не дают точечно, если только не по ФЗ, если только вы, ну, вместе с ФЗ не строите какие-то социальные объекты. А вы хотите, чтобы какой-то частный застройщик, который построил и нарушил этажи, настроил там, допустим, лишних этажей, либо он там сделал какие-то цокольные этажи, ввел этот дом в эксплуатацию путем изменения назначения земли по решению суда. Сейчас таких вариантов уже не будет. При этом однократно я призывал людей не приобретать недвижимость на этапе строительства на земле ИЖС или СНТ. Сейчас эта тема очень опасна. Я не говорю, что все вот застройщики такие вот одинаковые. Может быть, у кого-то и какая-то протоптанная тропинка. Возможно, он и решает эти проблемы, и ранее по своему опыту он решал эти проблемы. Но сейчас есть ряд застройщиков, которые отказываются даже делить готовый свой дом, построенный, делить на жилые помещения. Из-за того, что это для него проблематично. Хотя ранее он сдавал квартирники. То есть вот это первое, да? То, что вот я слышал от своих каких-то близких застройщиков. Второе, это то, что некоторые из застройщиков перестают строить именно жилые помещения. То есть настолько зажимают в плане того, что пока они строят такой надзор, капитальный надзор за тем, что строится вокруг, не выдается разрешение по новому уведомлению на строительство более 500 квадратных метров. Отсюда вы видите, возможно, какие-то, знаете, литерами начинают строить по 500 квадратных метров. Вот, там 5-6, если это большой кусок земли. Вот, и к этим жилым помещениям будущим нужно очень относиться, как сказать, аккуратно. Потому что некоторые застройщики начинают смело строить 4 этажа. Некоторые начинают строить двухуровневые квартиры, да? Что сейчас крайне сложно в сдаче. Тем более, как бы, я еще раз повторюсь, общаясь с застройщиками, со многими, которые, ну, действительно, не лезут на рожон. И при строительстве дома тоже говорили, что по некой информации двухуровневые квартиры будут очень проблематично сдавать. Отсюда есть ряд каких-то жилых комплексов, где выяснилось то, что с виду, визуально это уже превышение трех этажей. И происходили какие-то проверки, понимаете, что, в принципе, создают сложность. Поэтому, если вы владеете такой недвижимостью, уточняйте у застройщиков, есть ли у него хотя бы, если это на земле и жесть, хотя бы выписка на дом. То есть, ну, раньше это было свидетельство, да? Если у него на всю этажность есть, неважно, там, 5-6 этажей, выписка на дом есть, тогда этот дом уже безопасен. Ну, в плане того, что хотя бы его не снесут. Если застройщик, если вы боитесь, что, допустим, застройщик не получит какого-то раздела, в крайнем случае это будут просто доли в доме. Не очень-то это хорошо, конечно, я вам скажу, потому что в дальнейшем мощности на этот дом могут не дать именно полноценный, да? То есть, к примеру, это частный дом, вот вам, пожалуйста, 15 киловатт электроэнергии, вот вам 3 куба воды там в месяц, и вот вам возможность сливать воду там в канализацию с подключением, центральной даже канализации. Именно в таком объеме, в котором вы получили водоснабжение. Есть застройщики, которых я не показываю, это не означает, что нет их на рынке, это именно те, которые и строят частные дома, делят их на 4 части, с разрешением на строительство, все хорошо. То есть, там, получили, к примеру, 200 квадратных метров, разделили на 4 части, поставили, получается, 4 входа, входные группы, и делят их долями. Такие, ну, как варианты недвижимости, я тоже не советую покупать, потому что в долях будет сложнее продавать. То есть, вы должны спросить у каждого собственника, есть ли у него желание сначала приобрести через него, и не против ли он. Поэтому здесь тоже сложности своего характера. Многие из застройщиков вводят заблуждение о том, что у них есть подключение к центральным сетям. Например, не в полном объеме необходимая электроэнергия, либо у них вместо водопровода, центрального водопровода, скважина, к примеру, либо у них вместо подключения централизованной канализации просто локальные очистные сооружения. Они тоже разные, понимаете, локальные очистные сооружения. Я вам показывал несколько объектов, золотая бухта, там, жилой комплекс, там, Лазурная долина, к примеру, у них тоже есть локальные очистные сооружения. Но они действительно хорошего качества, я действительно посмотрел, как они выглядят, пообщался с людьми, которые там проживают. Ни запахов, ни каких-то проблем у них нет. Но, вы понимаете, могут и поставить какое-нибудь небольшое, ну, небольшое это сооружение локальное очистное. И будет ли оно правильно работать, это тоже зависит уже от управляющей компании, либо от людей, которые там будут проживать, и как они будут правильно следить за ним. Здесь тоже, как бы, есть определенные обязательства. Так что, если вы думаете, если вы имеете недвижимость, если вдруг у вас застройщик не имеет выписки на дом, но у него, допустим, там уже нарушена какая-то этажность, и вы об этом знаете, я советую от таких объектов постараться избавиться, то есть получить обратно свои денежные средства, которые вы ему доверили. Пусть даже, да, вам сложно будет что-то здесь приобрести, но, по крайней мере, вы не влезете в какую-то долгую кабалу. Решит он этот вопрос, не решит, это тоже большие сомнения. Ну что, я так думаю, что это будет полезно новым нашим зрителям, старым и так далее. Теперь вопрос к нашим зрителям, которые внимательно смотрят наши каналы, каналы всех риэлторов и так далее. Теперь давайте напишем в комментариях, какие жилые комплексы у нас не сдались относительно публикации этого видео, да, то есть, грубо говоря, за два года последних. Какие произошли проблемы, вот, и из-за чего. Давайте, пишите в комментариях. Ну и, конечно же, видео больше рассчитано на тех людей, которые еще не разбираются в недвижимости, смотрят на Авито какие-то предложения, пытаются взять судьбу за хвост, думают, что вот оно, дешевое предложение, значит, мне надо все-таки рискнуть, слушают мнения каких-то псевдоспециалистов, вот, ради нажива они готовы на все. Ну, как практика, в принципе, показала, вы сами это видите. Тех людей, которые пострадали, те люди, которые столкнулись с этой проблемой, я вам очень сочувствую. На самом деле, это видео не для того, чтобы поиграть на ваших нервах, сколько просто показать, чем заканчивается вот эта вот ситуация, когда люди не прислушиваются к мнению, когда я старался вас оградить, будущих вот покупателей, да, когда я, люди там звонили мне, я как специалист старался людей отградить от этой ситуации и публиковал вот специально эти видео, вот. Ну, это видео-ответ именно тем, кто сомневался, что я раньше об этом молчал. Все, подписывайтесь на канал, жду ваших комментариев под этим видео, лайк проставьте, потому что это видео должно набрать как можно больше просмотров для того, чтобы люди не велись на вот эти вот ситуации, которые привели к серьезным последствиям. Пока!